Особое мнение на 101FM Мы помним, что имя Владимира Быкова достаточно часто фигурировало в показаниях свидетелей по делу Парка Победы. Мы помним, что по информации некоторых СМИ фигура, похожая на Владимира Быкова, упоминалась в деле электронного проездного, где фигурантами являются экс-депутат городской думы Дмитрий Никулин, бывший начальник городского управления благоустройства и транспорта Олег Чичибайпин и экс-директор АТП Николай Дубровин. Вот уход Быкова из законодательной власти. Это такая попытка защитить его или, может быть, и вывести из-под удара? Или это все-таки ослабление его позиций, чтобы облегчить работу следственным органам? Ну, я думаю, что здесь, наверное, выскажу свою точку зрения, что все-таки же в первую очередь это вопрос вывести из-под удара партию «Единая Россия», которую он на текущий момент пока возглавлял, точнее, сейчас уже нет. Ну, номинальности там в начале ноября, так понимаю, это формально пройдут, вот, но потому что через два года очередные выборы, вот, и ситуация вокруг Быкова складывается таким образом, что в первую очередь удар не только по нему, но и по партии, поэтому я думаю, что здесь это сыграло основную роль, вот. Хотя при этом, безусловно, все остальные факторы и в том числе уголовные дела вокруг него имеют место быть, но вряд ли кто-то заботился там сделать ему лучше или там лучше или наоборот хуже, то есть это в большей степени, я считаю, что вокруг той политической силы, которая сейчас есть, и они страхуют себя. Потому что дальше сейчас, что будет происходить с Владимиром Быковым, это уже формально и номинально вроде бы уже не связано с партией, потому что он уже не депутат, он уже не спикер. Останется ли он в рядах партии, тоже там вопрос, наверное, поэтому я считаю, что в первую очередь вот этот фактор, вот, потому что мы, я, безусловно, мы все знаем истории, когда Следственному комитету не мешало проводить те или иные действия, там, в том числе на и действующих руководителей, там, и регионов в том числе, поэтому этот фактор не является ключевым, повторюсь там, но он тоже имеет место быть. Если это возможность вывести с под удара Единую Россию, то почему тогда просто бы не сдать полномочия с секретаря? Ну, все равно он сейчас был... Где-то проще, но еще раз говорю, там, я считаю, что просто если Следственный комитет начал бы ситуацию раскручивать вокруг Быкова, будучи, когда он был бы главой Единой России и главой ЗАГС Собрания, это им бы не помешало, но это точно повлияло бы совершенно в другом формате на репутацию партии. А мандат зачем было сдавать? Ну, все из этой же серии. Ну, то есть, как бы просто сейчас... Нет, можно же было остаться просто рядовым депутатом. Ну, это же все равно он был бы рядовым депутатом, который прошел в законодатель собрания по спискам Единой России. Ну, то есть, как бы вот он все равно бы был там. Поэтому вот для того, что полностью... Мы же все понимаем, что нет никакого другого места там работы, про которое говорят. Но что если бы оно было бы, то и о нем бы говорили, если это не особо секретный случай. Поэтому здесь, мне кажется, это все же фактор в этом состоит, потому что ситуация там с Никулин была примерно точно такая же. То есть, как бы его там... Ситуация по нему, она тоже там связана была с Единой Россией, поэтому как бы она в той или иной мере, безусловно, репутационно складывалась не в пользу этой партии. Вот, поэтому здесь я считаю, что это, на мой, повторюсь, это мое мнение, там, как гражданина, как депутата. Вот именно, в первую очередь, в этом. А все остальные факторы, безусловно, сыграли. И петиции сыграли, и ситуацию там по уголовным делам, которая все чаще и чаще звучала ее фамилия. Это, безусловно, все было важным фактором. Одно без другого бы не получилось. Но если бы не выборы через два года, я думаю, что этот вопрос, возможно, развивался бы по-другому. Если бы выборы были через год, то эта ситуация произошла бы, возможно, еще раньше. Но вы говорите, вот через два года выборы, ситуация могла бы развиваться по-другому. Но когда летом, и вы в том числе в этой студии говорили, когда шли процессы по делу Парка Победы, говорили о том, что Владимиру Быкову следует прервать молчание, потому что он эту ситуацию никак не комментировал, хранил молчание, в общем-то, ничего так по этому поводу и не сказал. Если бы он это молчание прервал, могли бы мы предположить, чтобы ситуация развивалась в другом направлении и имела другой исход? Она, наверное, развивалась бы быстрее. Про другой исход сказать сложно. Но, опять же, система в партии власти такова, что шаг влево, шаг в право – это нарушение. Поэтому, я думаю, что его молчание было связано в том числе с этим, потому что не было понимания того, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Поэтому, как бы, то, что мы сейчас получили, то, что это факт, как бы, вот, безусловно, я считаю, что, и я об этом говорил и продолжаю говорить, что, безусловно, сдача мандата еще летом была бы его бы личной политической инициативой, которую бы, наверное, все бы поняли. Сейчас, как бы, это точно выглядит не как его инициатива, а это выглядит как решение сверху, вот. И он его принял и сделал те действия, которые мы сейчас видим. Вот вы сказали, что петиция в какой-то мере, может быть, повлекла за собой эту отставку. А в какой мере? То есть стала ли она катализатором? Стала ли она той последней каплей? Ну, сейчас сложно судить, сейчас из нашей студии, там, и говорить, в какой мере, там, в какой доле. Я просто слежу по данным мониторинга. Я тут посмотрела и приведу вам сейчас эти данные, озвучу. Издание «Репортер» их приводило. Петиция же была запущена когда? В начале сентября. И компания «Медиалогия» проводит ежемесячный мониторинг глав законодательной власти субъектов. И вот, если в августовском рейтинге «Быков» был на 54-м месте, а с момента запуска петиции, уже по итогам сентября, он упал на 83-е место из 85-ти. Я о чем говорю? О том, что если мы допускаем мысль, что как-то где-то наверху, там, да, в федеральном центре мониторится ситуация в регионах, то такое падение могло ли, ну, как-то стать катализатором и эту ситуацию, может быть, ускорить? Ускорить, да. Я про это и хотел сказать, что, на самом деле, каждое действие, которое мы делали, я был активный сторонник этой петиции и подписал ее, и всячески распространял там. Безусловно, это являлось в том числе тем фактором, который сильно повлияли. То есть просто сейчас сложно сказать, это было последней каплей или там решающей, большой, это сказать сложно, потому что там народное выражение «вода камень точит», вот это все про это. То есть как бы все факторы, которые начали складываться, они, наконец-то, привели к тому, что ситуация разрешилась тем образом, который мы сейчас выйдем. Ну, смотрите, вы сказали, что Владимир Быков собирается там уходить с поста, но вот он уже ушел, и есть информация, что возглавил, в качестве исполняющего обязанности «Единой России» назначен Игорь Васильев, глава региона. Как вы считаете, повлечет ли это какие-то кадровые перестановки внутри регионального отделения или внутри руководства рекотделения «Единой России»? И насколько они будут масштабны, если все-таки они случатся? Ну, я думаю, что, возможно, они произойдут, но на самом деле мне, как и 99,9% жителей области, мы это никак не ощутим. То есть мы не заметим каких-то изменений кардинальных. Нам на самом деле есть дела поважнее, поэтому, наверное, что-то произойдет. Но в целом на ситуацию в регионе, на мой взгляд, эти перестановки никаким образом не скажутся. А на рейтинг самой партии? На рейтинг самой партии в первое время нет. Как бы сейчас, знаете, скажется на рейтинг отношения жителей к партии или к какому-то событию и так далее. Поэтому, наверное, должны измениться какие-то действия. А перестановки внутри, они не всегда приводят к тем действиям, которые бы хотели увидеть жители. Жители хотели бы увидеть защиту своих интересов. Мы ее точно не видим в последние годы, потому что все, что происходит и в регионе, и в городе, в большинстве случаев как бы ухудшают жизнь жителей рядовых, а не улучшают. Поэтому изменения, которые произойдут, как бы вряд ли мы сразу почувствуем какие-то позитивные изменения. Поэтому, как будет вести себя рейтинг, ну, это на самом деле не так уже важно, потому что важны фактические результаты. Увидим ли мы их? Вопрос. Хорошо, давайте прервемся. Вернемся после перерыва. Возвращаемся в студию. Продолжаем программу «Особое мнение». Его сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Мы сейчас переходим к городским темам, к темам, которые вам ближе. Вы на своей странице ВКонтакте опубликовали информацию о том, что управляющая компания «Акор» рассылает кировчанам долговые квитанции. Расскажите, в чем дело, в чем возникла проблема, сколько людей к вам обратилось? Ну, в чем вообще вкратце ситуация? Люди продолжают обращаться, несмотря на то, что вроде бы она должна, эта ситуация потихонечку снижаться. Суть заключается в том, что компания «Акор» в очередной раз начала разбираться своими долговыми обязательствами. И, как озвучил директор на заседании комиссии, значит, они... К вам приходил руководитель компании. Абсолютно верно, да. Значит, они не смогли найти в своей базе платежи за май 2018 года. Ну, не только за май, но сейчас, в первую очередь, идет про май 2018 года. А эта компания в мае 2018 года, она существовала или там была какая-то история с переходом? Там история какая? Значит, в апреле 2018 года, значит, основным получателем платежей у компании «Акор», там, старое ее название, это УК Октябрьского района города Кирова, осуществлял РКЦ. Значит, в мае они ушли в свою ООО. Значит, и вот в этот процесс перехода майские платежи потерялись. Ну, назовем это так. Они, безусловно, жители заплатили, они точно дошли до адресата, до компании «Акор». Вот, но... Платить они должны были уже в новую управляющую компанию в мае. Нет, значит, давайте еще раз. В апреле была компания «Акор», в мае была компания «Акор». Просто управляющая компания по закону может собирать платежи через какую-то специализированную организацию. Вот. Ну, в апреле это была РКЦ, значит, в мае они решили свою. Значит, под причиной того, на квитанциях они об этом указали, они поменяли лицевые счета по причине того, чтобы снизить комиссию. Свою, это своя организация, которая принимает платежи. Назвем так, карманная, да, ОООшка, там, на базе «Акора». Значит, но что произошло дальше? Жители заплатили, там, безусловно, жители заплатили. Повторюсь, в мае 2018 года, не 2019, в мае 2018 года. Но в «Акоре» происходит сейчас череда смены собственников. Она уже там произошла, в том числе вот в 2019 году. Смена директоров и новые собственники, новый директорский состав. Не нашел эти данные, вот, в этот майские платежи. И вместо того, чтобы разобраться вот с этой фирмой ООО, которая, возможно, сейчас уже не существует, разобраться с предыдущими владельцами, с предыдущим руководством, в том числе в судебном порядке, они решили, что, наверное, люди заплатят еще раз. Повторюсь, там ситуация, почему это было однозначно видно, потому что дома мы рассылались не просто по ряду квартир. Это была стопроцентная рассылка, стопроцентная рассылка всем жильцам дома. Всем домам, которые входят в эту управляющую компанию. Да, входили в тот момент времени, потому что, на самом деле, большинство домов все-таки же ушли от этой управляющей компании, потому что, ну, мы этому сейчас говорить не будем, про вопрос формата их управления. Но, значит, они выставили квитанцию, причем ситуация была достаточно странная, потому что в квитанции не указан был ни срок возникновения задолженности, что было бы логично. При этом был указан 10-дневный срок до подачи в суд. И, к сожалению, говорю, к сожалению, часть людей преклонного возраста, несмотря на то, что были убеждены, что они все заплатили, они пошли и заплатили второй раз. И вот это самое печальное в этой ситуации, потому что сейчас, чтобы получить эти платежи, никто им просто так не вернем, несмотря на то, что мы там на комиссии, и глава администрации попросил все-таки же с этой ситуацией разобраться. Но мы понимаем, что если человек пришел, заплатил, а пенсионеры как платят наличными средствами, они заплатили, вернуть им эти деньги не представляется просто возможным в одностороннем порядке, потому что они платили не с карты, они платили наличными деньгами. Сейчас такие жильцы вынуждены обращаться в прокуратуру. У меня уже есть несколько обращений уже именно от тех, кто заплатил, и мы, безусловно, пойдем в прокуратуру для того, чтобы все-таки же, в том числе, если необходимо, будем выходить в суд, добиваться возврата платежей. Проблема состоит в том, что АКОР находится в предбанкротном, ну, по сути дела, уже практически в банкротном состоянии, и добиться через суд, ну, это будет крайне-крайне сложно, если, опять же, здравый смысл не возобладает, и мы ситуацию не решим каким-то образом. На комиссии, которая прошла в пятницу, значит, опять же, на ней присутствовали представители РКЦ и АКОР. В данном случае РКЦ здесь фигурировал просто как исполнитель по разнесению квитанции и печати их. Вот, я просил, значит, приостановить процесс разноски, но за выходные дни мне поступило еще несколько обращений от других домов, следовательно, разноска квитанции в городе продолжается. Значит, из хорошего ряд банков уже прекратили прием платежей, значит, по этой квитанции, то есть они их отправляют обратно. Значит, информацию, которую разместила РКЦ о том, что отправка в суд приостановлена и пока не разбирается, но, тем не менее, проблема остается такой, потому что сейчас там на один из запросов в РКЦ, откуда возник долг, пришел ответ о том, что приходите к нам и разбирайтесь. То есть, следовательно, там опять же... Это вот эти очереди, которые мы видели в сюжетах по телевидению. Очереди, да, потому что жителям придется доказывать то, что они не платили, и, к сожалению, ситуация вот, ну, она таковая, какая есть. Почему так произошло еще, говорю, к сожалению, в первую очередь это незащищенность социальных слоев населения, потому что только ко мне, хотя я не считаю, что только ко мне обращались, только ко мне на сегодняшний день обратились уже более 30 домов. Скоро это будет уже 40 домов, то есть еще немножко. И вот как бы карта города, она все время расширяется. Я вижу, как ходят почтальоны. То есть они начали с прошлого понедельника и по-прежнему пока ходят. Надеюсь, их все-таки же в скором времени приостановят разноску этих квитанций. Вот, большинство людей, скажем так, 90% просто эти квитанции не оплатили, но вызвал достаточно большой резонанс. Но часть людей, как бы, у кого особо льготы, значит, они оплатили. Значит, на комиссии мы обсудили вопрос, и РКЦ это подтверждает, представитель РКЦ, что льгот это не коснется, то есть следовательно, нужно действительно разобраться. Но вот очень важный момент, если взять, скажем так, пенсионерку 75-80 лет. Для того, чтобы съездить ей в РКЦ, ей нужно заплатить, проехать на общественном транспорте, пускай даже с льготами, там, за 17 рублей туда и обратно, то есть ей нужно заплатить еще свои деньги, чтобы с этой ситуацией разобраться. Можно разобраться по электронной почте, которой у нее нет, и можно оставить как есть. И если АКОР выполнит свои обещания, что слабо верится, с учетом того, что сейчас происходит, то ситуация может просто разрешиться к тому, что эти квитанции могут остаться как сувенир. Но, к сожалению, вот я на самом деле ситуацию хочу быть глубже там. Это говорит о том, что сейчас любая управляющая компания, к сожалению, которая может идти по такому же пути, она может выставить квитанции, ни у кого даже в голову не возникнет задуматься и проверить, и разослать жителям, для того, чтобы напоследок, знаете, перед последним вздыханием, собрать еще квитанции, опять же, по первую очередь, или с людей предпенсионного и пенсионного возраста. Потому что эти люди, когда я им задал вопрос, зачем вы заплатили, они говорят, ну как так, я же вот увидела слово, что задолженность, я пошла заплатить. Я говорю, у вас есть задолженность? Я точно знаю, нет, вот у меня квитанции. Зачем заплатили? Ну, я же вот и по кругу там. Ну, можно же поднять старые квитанции, посмотреть, что долго нет. Там же написано 10 дней, и все. Есть люди не особо, еще раз говорю, все видят, понимают, что происходит в РКЦ, и кому-то проще, неправильно, но проще заплатить деньги, поплакать, потому что все они говорят, как я сейчас получу эти деньги обратно. Повторюсь, пенсионеры при пенсии там 8-10 тысяч рублей, для них 1000 рублей, а средняя квитанция была примерно от этой суммы, она достаточно существенна. Что будет за это аккорд? К сожалению, вот боюсь, что ничего, потому что если вот это, пример, вот показательный для всех других управляющих компаний, что нельзя так шутить в кавычках с населением, вот если дело дойдет до уголовного, потому что, по сути дела, это можно инкриминировать по статье мошенничества, наверное, здесь юристы лучше разберутся, и повторюсь, мы в прокуратуру будем обращаться, более того, администрация города Кирова озвучила готовность и желание тоже обратиться в правоохранительные органы, чтобы дать оценку действиям АКОР, потому что как минимум ввели в заблуждение несколько тысяч человек, и это, конечно же, нонсенс. Вот вопрос, как сейчас. Хороший повод разобраться в том числе в этой ситуации нового руководителя управящей партии. Разберитесь, покажите пример, как можно решать, имея все ресурсы для этого, потому что что я сделал на своем уровне, безусловно, это, в первую очередь, информационность, пропаганда, то есть ситуация, которая есть, помощь в случае, если обращается, потому что обращается, повторюсь, не только филейка, интересы, которые я представляю, а обращается уже, по сути, весь город, и я прямо вижу на карте, как эти квитанции рассылаются, потому что в свое время в компании АКОР было более чем 500 домов, и эти 500 домов. Ну, сейчас там их осталось немного, эти дома, которые уже особо никто не берет. Сейчас я не готов информацию выгладеть. Я думаю, что домов, наверное, у них еще 200 осталось. Это дома старой постройки, двухэтажные, которые, по сути дела, к сожалению, не имеют достаточно активных граждан, чтобы перейти в другую управляющую компанию. Поэтому по ним отдельная история. Но в свое время это была одна из крупнейших управляющих компаний. Если теоретически по этим 500 домам, пускай даже 200, домам прошла рассылка, в доме примерно 100 квартир, я так усредняю, и помножить на количество квитанций, то это гигантская сумма. То есть новый вид мошенничества называется собрать на последнее вздыхание. Потому что с компанией АКОР точно ситуация экономическая не самая лучшая. Но с этим они лучше, наверное, разберутся. Но иначе, как, я говорю, абсолютно безалаберностью в своих действиях, потому что, повторюсь еще раз на примере своего дома, 100% квартир получили долговые квитанции. Такого не бывает. Как председатель совета дома, значит, я точно могу уже говорить, что собираемость по домам, как правило, не ниже, чем 90%. То есть 90% людей платят исправно. Повторюсь, в нашем доме эта цифра 96%, например. Поэтому не бывает такого 100%. Человек, который увидел эту базу, распечатывал ее, давал эти данные, он должен был задуматься, конечно, что что-то не так. И, безусловно, директор комиссии сказал, что... Тем более, что это повторяется от дома к дому, да? К дому к дому. Все 100%. Не получили только те собственники, которые в этот период сменили статус. Как бы понятно, что они в эту базу не попали. Ну и еще по каким-то другим, может быть, причинам, но обращения идут массово. Просто они не... Могли быть еще бы больше, но все-таки же часть людей понимает нелогичность этих квитанций. Они их просто выкинули и, в принципе, ждут, когда их вызовут в суд, чтобы защитить свои права. Потому что, на самом деле, у всех жителей, говорю, там по закону три года надо действительно квитанции хранить, потому что срок исковой давности. И пока все обращения ко мне, они подтверждаются тому, что оплата-то была. Я тоже получил такую квитанцию, у меня тоже есть оплата о том, что это произошло. То есть, как бы вот история, она на самом деле достаточно массовая, нелогичная. И я надеюсь, что все-таки же, я говорю, власть это услышит. И не только как бы отдельные активисты будут этим вопросом заниматься. И истории будет положен какой-то логичный конец, какое-то завершение. А именно, виновно должно быть принести наказание. Все деньги должны быть возвращены владельцам. Не знаю пока технически, каким образом. Потому что, повторюсь, кто-то заплатил наличным, успел в первые дни, когда банки принимали платежи. Поэтому вот тогда, наверное, можно будет сказать, что какие-то изменения есть. Пока мы такого не видим. Если мы говорим о том, за что платили люди. То есть, это аквитанция за содержание и обслуживание жилья. Да, это аквитанция за обслуживание и содержание жилья. Поэтому она в среднем, говорю, от 800 рублей до 1100. Кроме, как по суду, есть ли еще варианты вернуть эти деньги? Потому что мы понимаем, что, наверное, в суд пойдут, но, наверное, не все. Ну, я говорю, там проблема состоит в том, что у компании Акор не совсем хорошая ситуация экономическая. Поэтому, если их признают, а их там уже, насколько я знаю, признали банкротами. Там сейчас идут все эти процедуры. То, следовательно, встаешь в общую конкурсную массу. То есть, достанешься или ты... При условии, что у него будет какое-то имущество. Это, знаете, с МММ напоминает. Вот как бы формально тебе могут деньги отдать, если денег хватит. Вопрос, хватит ли денег, вопрос. Потому что многобиллионные долги, как бы, ну, не от хорошей... Еще раз говорю, это же сделано было в том числе, чтобы покрыть какие-то другие свои убытки. Поэтому, получат ли деньги, вопрос через суд, вопрос. Значит, если же, говорю, опять же, подключится здравый смысл, в том числе текущих управленцев, там, компании Акор, то, безусловно, они должны эти деньги вернуть. У них есть, правда, там, единственные данные, это данные платильщика. Но, повторюсь, там, если он заплатил, я наличным путем, каким образом мне вернут деньги без меня, вот, то я пока технически этой стороны не верну. Мне нужно уведомить, чтобы я пришел, эти деньги получил. Поэтому ситуация точно хороший вызов для власти. Я считаю, что если нас сейчас слышат, а я надеюсь, нас слышат, пожалуйста, там, вот, есть хороший повод помочь тысячам граждан, социально незащищенным в городе Кирова, решить эту проблему. Михаил Николаевич, давайте на рекламу прервемся, вернемся после нее, продолжим еще немного про долговые квитанции Акор и поговорим про рейтинг управляющей компании. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию, продолжаем особое мнение. Его сегодня высказывает Михаил Ковязин, депутат городской думы города Кирова. В перерыве Михаил Николаевич сказал, что на заседании комиссии сети-менеджера Илья Шульгин дал распоряжение директору управляющей компании Акор все вернуть, да? Как это будет реализовано? Ну, по желанию. Потому что распоряжение, ну, Акор это юридическая фирма, они... Как это будет реализовано? Потому что вы, вот мы сейчас опять в перерыве обсуждали, если деньги поступают в конкурсную массу, то получается, что выплатить... Ну, вот номинально там сейчас вернуть эти деньги, там, это, безусловно, я не знаю всех аспектов, но просто так вернуть не получится, потому что сейчас, говорю, в отношении Акора идет процедура банкротства, они собирают свои долги, эти долги идут в конкурсную массу для тех кредиторов, в том числе КТК, значит, ККС, там, и прочие организации, ресурсники так называемые, которые с них должны эти деньги получить. Поэтому, по большому счету, для того, чтобы сейчас эти деньги вернуть, наверное, должно быть какие-то процедурные действия, которые говорят о том, что туда они попали случайно, и их нужно обратно вернуть. Это первая сложность. Вторая сложность, это для того, чтобы найти тех людей, которые эти деньги заплатили, потому что, по моим обращениям, люди платили наличными средствами. У них есть подтверждающие документы, но их просто так не найти. То есть они должны куда-то прийти, им эти деньги нужно как-то выдать. То есть в идеале... Просто в РКЦ, например, прийти не получится. Ну, РКЦ это просто организация, которая осуществляет, по сути, начисление. Ну, то есть она обслуживающая организация при ресурсниках, при управляющей компании, она деньги к себе не аккумулирует. В управляющую компанию тоже не прийти. Ну, вот если бы с Акором было бы все хорошо, можно было прийти в управляющую компанию, написать заявление, эти деньги тебе вернут. Ну, то же самое, что если я случайно бы, допустим, заплатил два раза по одной и той же квитанции, теоретически такое возможно. То есть если я бы первый раз там заплатил, а второй раз просто сделал бы перевод по реквизитам. Такое может быть. То я прихожу в управляющую компанию, если это нормальная управляющая компания, или это ТСЖ, там, да, я пишу заявление, что зачисленные средства дважды смотрят по бухгалтерии, мне эти деньги возвращают. Возможно это? Возможно. Это самый простой путь. Проблема усложняется в том, что, говорю, Акор готов ли по-доброму это вернуть, и, во-вторых, их процедурное действие с точки зрения банкротства позволит ли это сделать. Поэтому сейчас очень важно, я еще говорю, мнение органов власти по этой ситуации, позиции по отношению к Акорам, потому что в том числе зависит много что от него. Если они готовы вернуть, я думаю, что речь уже идет о сотнях, если не о тысячах вот этих поступлений, которых быть не должно, то тогда эта ситуация, наверное, может разрешиться хотя бы каким-то более-менее хорошим, если так можно говорить, в этой ситуации путем. Если же нет, то количество обманутых компаний, как бы в том числе, там, просто так банкротами не становится, их еще увеличится, вот, к сожалению, на это количество людей, которые по закону должны получить свои деньги обратно, но по факту, ну, еще раз говорю, там, мы помним историю, там, и с МММ, и с компанией, которые продавали сахар, там, по цене ниже себестоимости, там, эти финансовые пирамиды, которые сейчас, как бы, распались, как мыльный пузырь, то есть, поэтому, там, они встанут в общую массу, и я, там, говорю, юридически не совсем грамотно могу точно сказать процедуру возврата денег, но путь точно непростой, если Акор, повторюсь, под нажимом тех или иных структур, все же не сделать шаг навстречу, то есть, они для этого должны сказать, приходите, мы деньги вернем, несите квитанции, квитанцию, там, если уж это важно, там, майскую, 18-го года, квитанцию, которую сейчас оплатили, мы вам будем деньги вернуть. Я этой информации у них не видел ни на сайте, не было это озвучено ни комиссии в Думе, поэтому, ни в прессе я этого не видел, поступит ли так компания Акор, вопрос, вопрос, я говорю, останутся они безнаказанны по этой ситуации, потому что ситуация, как бы о том, что что-то потерялось и так далее, это вопрос, ну, потеряться можно все, что угодно, то есть, представьте сейчас, что что-то потеряется у компании, там, КТК, это просто как пример, и они заново выставят нам квитанции, там, за декабрь прошлого года всему городу Кирову, и вот, что в этом случае, как мы будем говорить про эту компанию. Вот, я считаю, что компания Акор просто повезло тем домам, которые у нее на тот момент не находились в управлении, но, к сожалению, еще раз говорю, это в свое время, там, слово управляющей компании Октябрьского района, то есть, это одна из крупных управляющих компаний, там, которые в свое время были когда-то муниципальными, но сейчас история не про это, а потом, благодаря, опять же, политике власти, они стали ОООшками, и в них было сотни домов, сотни домов, которые сейчас, к сожалению, оказались пострадавшими, особенно, говорю, в первую очередь, незащищенная социальная группа, это пенсионеры. Давайте мы резюмируем, вот касаемо этой ситуации, значит, в управляющей компании людям идти не стоит, в РКЦ идти не стоит, единственный шанс вернуть деньги, это обращение в суд. Да, ну, в управляющей компании... Те, кто оплатил, те, кто не оплатил, оплачивать не нужно. Те, кто... Ну, и давайте еще раз тогда, да, порядок действий. Те, кто не оплатил, оплачивать не нужно, значит, вы можете по информации из РКЦ, вы можете им по электронной почте выслать подтверждающие документы за май, для того, чтобы... За май 18-го года. 18-го года, для того, чтобы просто для себя успокоиться, если хотите добиться правды, там, вы можете просто ничего не делать и посмотрим, как развитие событий будет происходить, потому что, на самом деле, там, если вы платили, то вы платили. Там, задача других доказать, что вы не платили. Значит, к сожалению, ситуация для тех, кто не заплатил. Вот, безусловно, вы можете прийти в управляющую компанию, значит, АКОР написать заявление с требованием возврата денег, то есть, в данном случае... Но шансы тут маловероятны. РКЦ вы можете тоже написать, они им передадут, потому что, еще раз говорю, РКЦ, как поставщик квитанции, они тоже примут заявление, можете прийти в АКОР. Но, на мой взгляд, более эффективный способ, параллельно с этим, это, все-таки же, обращение в заявление в прокуратуру, значит, для того, чтобы признать эти действия незаконными. Значит, или же, все-таки же, за счет того, что это носит массовый характер, решение со стороны властей будет достаточно жестким, быстрым, и управляющая компания АКОР сама предложит по той или иной схеме эти деньги вернуть. Вы, как депутат, готовы какую-то помощь предложить? Конечно, то есть, я повторюсь еще раз, мы информационное обеспечение раз, во-вторых, все обращения по заявлению в прокуратуру, мы, безусловно, помогаем готовить. Я буду тоже обращаться для того, чтобы просто, в первую очередь, восторженствовать справедливость, поэтому ВКонтакте, пишите, я всегда готов помочь. Но, пользуясь случаем, еще раз, подсказка, власти, для вас это хороший повод показать, на чьей вы стороне. Давайте еще про, так, перед тем, как перейти к рейтингу управляющей компании, еще один вопрос. Сколько времени у жителей есть на подачу заявления в суд? Это какой-то ограниченный по времени срок, или здесь они могут там... Сейчас нет, там срок исковой давности там истекает 3-3 года, то есть на самом деле время есть, просто опять же мы здесь говорим о том, что в реалиях этого времени будет ли работать и существовать компания Accor в 2020 году, большой вопрос. То есть, как бы, условно говоря, если не будет лица, к кому высказываются претензии, ну просто потому, что уже сейчас количество долгов, проблем еще раз говорю, в том, что объем долгов у компании Accor в несколько там раз, порядок раз, там превышает ее активы. То есть долгов много, платить нечем. И это история из же этой серии, там, когда, я говорю, решили, раз выскочила такая ситуация, повторюсь, техническая, наверное, ошибка была, надеюсь, это не злой умысел, вот, но решили так собрать деньги. Поэтому время у нас есть, с одной стороны, но с другой стороны, чем быстрее мы это сделаем, тем больше шансов, что все-таки же ситуация не выйдет из-под контроля и будет с кого-то взыскивать. Михаил Николаевич, минута у нас остается до конца, буквально там в нескольких словах существует ли в Кировской области рейтинг управляющих компаний, потому что, если там будут люди уходить от того же Акора, куда им идти, куда посмотреть, вообще провести какую-то аналитику и выбрать правильную, хорошую, грамотную управляющую компанию? По моей информации, рейтинга управляющих компаний нет, и, наверное, вряд ли он появится, потому что факторов для того, чтобы выбрать лучшую управляющую компанию настолько много, и у каждого дома одна. Я, как председатель Совета дома, рекомендую сделать очень просто. То есть, если вас не устраивает своя управляющая компания, оглянитесь, посмотрите, какие управляющие компании управляют домами рядом с вами, там, где вы работаете, где работают или живут ваши родственники там, вот, поспрашивайте о них, насколько они устраивают, какие критерии вы готовы предъявить, это договорная основа. То есть, вы выходите на другие управляющие компании, обсуждайте, договаритесь, потому что для каких-то домов важна цена, то есть, тариф, для кого-то тариф менее важен, но важно, чтобы в доме было все сверкало и блестело, а кто-то готов закрыть глаза на это, но платить подешевле. Поэтому идеального рейтинга управляющей компании не будет. И я надеюсь, мы не дойдем до ситуации того, когда через законодательную базу будем как-то регулировать количество управляющих компаний, потому что, в первую очередь, я считаю, что жители, грамотность населения позволит этот рынок все-таки привести в порядок. И у нас будет только те управляющие компании, которые честны по отношению к жителям, по отношению к своим взятым на себя договорным обязательствам. Спасибо. Это было особое мнение. Мы программу завершаем. Его гостем сегодня был Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Всего доброго. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM